всем привет дорогие друзья с вами я ip fox и сегодня мы продолжаем с вами играть в игру бесконечное лето и мод под названием бесконечный сквозь лагеря перед началом ролика хочу пожелать при всем приятного аппетита кто кушает всем приятнейшего просмотра мы давайте с нами с вами будем начинать закончу предаваться воспоминаниями я стал с кровати спустя три дня вот и начало нового цикла моем пустующем лагере который когда-то кипел жизнью я стараюсь не вспоминать те времена когда я жил жизнью беззаботного попаданца главной проблемой которого был поиск ответов но куда больше я боюсь вспоминать времена когда нашел ту благодаря которой поиск этих самых ответов потерял всякий смысл мы жили лишь друг для друга меня уже не заботил о попадании обратно в свою грязную квартиру благодаря ей я смог измениться подружиться с обитателями лагеря меня уже не заботило их еженедельная амнезия я был счастлив и как я и отплатил даже имени и не помню его поиски не приносит никаких результатов уже больше четырех лет прошло с того дня отвратно вспоминать себя в первый год после трагедии пил не просыхая не бесконечное обновление спиртовых напитков и медицинского спирта в лагере этому содействовала постоянно жалел себя фу семен семенко бесславный уход ведь именно из-за этого когда я одумался отринул ими иногда на меня находят мрачные мысли найду ли я его вообще не стараюсь гнать их вон но с каждым выходом в сеть и лицезрением бесконечности из пузырей меня охватывает отчаяние неизвестно если вообще кто-то похожий на меня почему мне постоянно попадаются обезумевшие копии самого себя хотя нет было и не обезумевший чем-то похоже на меня вначале также влюбился завершившись в девушку но постоянно страдающий из-за того что по прошествии семейные она все забывала забывается и чувства которые связывали мгновения которые они вместе разделяли я устал правильно говорят что человек существовал социально провести четыре года подряд размышлениях и угрызениях совести не про не пойдет на пользу никому человеку даже с крепкой психикой я уже давно сломался продолжаю хвастаться хвататься за призрачную надежду мести разумом я понимаю что это неправильно что она бы этого не хотела но ничего не могу с собой поделать сошедший с ума от одиночества и жажды мести не поэтому помогающий несчастным из соображений истинного альтруизма понимаю что это все притворство знаю что делаю это только ради того чтобы на душе стало хоть чуточку лучше осознаю что я в конце концов ничем не лучше тех семенов которые сошли с ума в этих бесконечных клетках но я продолжаю бороться просто потому что не могу смириться тем фактом что моя жизнь бессмысленна я не представляю даже что со мной бот если я смогу совершить свою месть покончу с собой вряд ли духу не хватит ведь не какой-то ведь я не какой-то смельчак или герой готовы пожертвовать своей жизнью во благо мира опять меня что-то занесло говорил же себе что не буду больше загоняться по прошлому наверное на меня так влияют пейзажи родной колыбели пора боже отправляться в очередном путешествие по бесконечности арка 1 зима в сердце глава 1 затишье перед бурей от лица семена гулы покачивания едущего автобуса уносили меня в царство дремоты пребывая в этом состоянии время ведет себя странно может казаться что прошла целая вечность или наоборот мгновение такие моменты можно понять настоящую значимость человека бесконечном потоке времени наша жизнь лишь мгновение по сравнению с вечностью вселенной меня всегда это успокаивал не знаю почему но мне легче представлять себя песчинкой в огромных песочных часах нежели великим деятелем человечества имя которого навеки войдет учебники истории быть может у меня нет амбиций нет я скорее реалист мой внутренний монолог полудрёме прервал солнечный зайчик пробежавший прямо по моему лицу оставляющий после себя приятное тепло я разлепил глаза салон автобуса такой же какими я его помню при посадке но с одним отличием сейчас каждое сиденье было занято мирно посапывающими пионерами самых разных возрастов но вот те на а как так весь автобус пин впервые такое вижу а ведь действительно не первый раз я езжу пионерские лагеря да и на все различные мероприятия меня посылали достаточно обычно как минимум человека в автобусе идон единовременно не спят причем это если едут ночью а сейчас самое что ни на есть утро видно природу действительно сказочно они набрали он какой эффект я начал ерзать желая спить водички как вдруг обнаружу что справа от меня сидела пионерка это однако было весьма удивительно ведь я всегда сужусь на задние ряды которые редко занимают не желая толкаться и протискиваться через толпу при выходе я делаю получше сразу моем гнева не привлекли и оквамаринового цвета волоса заплетенная два длиннющих хвоста которые едва не доставали до пола от это дала она стране угля ни разу в жизни не видел таких волос такое зрелище наверное редкость и за границей не то что в союзе она настолько сладко спала что я не решался и и будиль только ради знакомства тихонько вынув из портфеля бутылку воды а наконец испыл желательно и живительной влаги вернул бутылку на место и уставился в окно любозь восхитительными видами пылающих зеленью полей и лесов примерно через пять минут автобус прибыл на место назначения водителя повестил спящих ребята прибытие на конечную остановку после чего пионеры подтягиваясь креслах начали просыпаться я кто провалился в царство мэрфи особо глубоко тормошили соседей по местам девочка рядом со мной оказалась как раз одну из тех кого сон держал сильнее прочих отначавшись его в автобусе возьми она возьми возьми нахуй возьми она лишь немного похмурилась но с ней повернулся на другой бок взрывшись лицом прямо в мое плечо ой пойдет сейчас возня вы пойдет я немного смутился эй слушай просыпайся мы уже приехали сказал я шептом попутно немного труси девушку за плечо она помимо промямлила что-то бессвязное во сне но так и не проснулась когда я стал трясти настойчивее это не оказало никакого эффекта еще увеличил темп потом еще еще и наконец когда тряска достигла примерно 6 баллов по по шкале рихтера пионерка соизволила приоткрыть глаза следующие пару секунд прошли в немой сцене наконец сознав ситуации девушка проморгавшись резким движением переместила свое тело из положение полу лежа в положении сидя ой прости я нечаянно на тебя углевать вообще сама не знаю как заснула наверное устала просто для перелета хотя после него прошла уже неделя но неважно спасибо большое что разбудил я быть из-за что сама не проснулась и тогда пришлось бы краснеть передвижаться из-за опоздания девушка нечаянно обстрелила меня одной пулеметной очередью и слов за другой но после очередной волны я сумел выходить момент в восполнении кислородных резервов выводы не за что семён сказал я протянув руку девушка ответила на мою рукопожатие и ощутил ее маленькую робку ручку своей ну что же это я меня мейку зовут честно честно никто мне не верит но я правда из японии просто мой папа инженер из союза он с мамой познакомился когда в японии электростанцию чинил я верю мику нам уже пора на выход заметив что мы остались чуть ли не последними в салоне автобуса я поспешно взял свои вещи и помог мику вытащить свои которых по моим самым прикидкам было в четыре раза больше ну правильно ну что вы не не до чтобы не втыкал с горем пополам мы вырвались из автобуса на нагретый солнцем асфальта слушай мику от в этом лагере впервые нет я здесь уже в третий раз мне он мне здесь очень нравится здесь в ближайшем городе живет моя бабушка по папиной линии так что мне ехать совсем недалеко меня продолжали обстреливать из ловесного пулемета но мозг уже успел приспособиться и ради сохранения здравомыслия пропускал мимо ушей большую часть информации тогда раз ты тут уже можно сказать завсегдата и знаешь где собираешься на наш отряд ой конечно пошли за мной на туда что нам наверное указала девушка пальцем направление но и статуй стоящих рядом с с входом затем взяла меня за запястье как обычно держать детей чтоб тени вырвались и не потерялись и повела мне и рука проскальзывая сквозь толпу пионеров я нагружен целой гровище и так ловко двигаться не мог поэтому мне то и дело приходилось проталкиваться через этот стол потворение попутно извиняясь после каждого задетого пионера через несколько секунд на горизонте замаячил высокоподнятая рука жестом подзывающая на пробившийся наконец с боем через араву разно возрастных ребят мы с мику добрались до вместо сбора а шо у вас так много ребят ну ладно неважно здравствуйте ольга дмитриевна здравствуй семён верно произнесла девушка лет двадцати четырех одета форму лажатой здравствуйте ольга дмитриевна и я как я рада снова вас увидеть я очень по вам скачала почти светясь поприветствовала у жатую голубого волоса пионерка здравствуй мика это же скучала по тебе и по твоему красивому голосу дружелюбно ответил ольга дмитриевна всем привет ребята поприветствовал мику пионеров обступивших ольгу дмитриевну со всех сторон но на что ребята почти синхронно хором выразили девушки пулемету ответное приветствие так значит когда все собрались дети хочу познакомить вас новым членом нашего отряда семена всем привет буду рад с вами познакомиться после этого к парню начали по одному подходить пионерам первой подошла золотого оса девушка и волосы были изобретены в огромные косы славе я так понимаю привет меня зовут славян но все зовут меня слави ты тоже зви сия дружелюбие произнесла девушка очень приятно просто симон улыбнувшись ответил юноша следующей на очереди была маленькая рожде девочка которая на вид была значительно младше всех остальных в отряде привет меня ульяна и звати признакомц выдала маленькая гоза намеренно не уговаривая глаз взаимно меня семена дальше подошла хотя даже не так следующую пионерку фактически вытолкнул из строя рыжевого лоса девушка хочу у нее одежда поменялась алиса не имея выбора кроме как идти знакомиться на на робко смотря в пол приблизилась к новенькому привет елена приятно познакомиться я семен после непродолжение знакомства было она быстренько вернулась строй после чего в валиажной походкой на знакомство пошла рыжеволосая пионерка но привет но веньки слове новенький рыжая растянулась секунды внутри при это лиса я так понимаю алиса молча хлопнул пионера по плечу и молча вернулась на свое место дальше подходили знакомиться шурики электроника последней жене но в их приветствиях не было ничего неординарного так что можно их упустить вот это персонаж это смена скучно и скучно и точно не будет после знакомства в вожата начала свою приветственную речь большую часть из которой семён просто говоря просторечно провтыкал после знакомства так но заключение речи он все же уловил а также хочу вам представить нашу новенького физического руководителя романа игнатовича после объявлений вожатой из статуи вышел с первого взгляда молодой парень но что-то в его взгляде было странное из-за чего казалось что парень и вовсе и не молодой а уже даже мужчина лет 30 явно что-то неприятно повидавший в жизни здравствуйте дети дед был человек не по погоде черное пульто под которым винилась белая пионерская рубашка правда без галстука также на нем были черные теплые штаны и коричневые ботинки внешность него была вполне приятная длинные волосы были завязаны хвостик за головой на вполне красиво лице красовалась небольшая улыбка однако в его взгляде было что-то немного не человеческое здравствуйте роман игнатович игнатьевич игнатьевич да все уже нахуй добрый вечер хором по заветам пионерии ответили на приветствие пионеры при всем этом став некое подобие стойки смирно вольно не нужно формальности уверен мы с вами еще подружимся дети как вы знаете во время нашей прошлой смены физический руководитель внезапно попал в дтп так что мы не смогли быстро найти замену но не волнуйтесь с валерием владимиревичем сейчас все в порядке он уже идет на проправку но в этом году замените заменять его бот роман игнатьевич так что теперь спорткомплекс опять вернулся в качестве локации ваш бегунок на последнем предложении орган дмитриевна ехидно подмигнула ура вело порадовались пионеры ну все сейчас все расходимся по домикам а потом а нет постойте в эту смену у нас произошел касса количеством путевок так что кому-то из первого отряда придется жить со мной в домике ульга дмитриевна завещая улыбнулась но по крайней мере так показалось пионерам никто из которых не хотел фактически сик на пороховой бочке всю смену и так сейчас у нас состоится абсолютно честно лотерея главным призом будет станет проживание с красивой молодой вожатой смея сказал вожата доставая из кармана девик спичек понимая куда идет дело пионеры приготовили пытать свою удачу физрук смотрел на всю эту картину задорно улыбаясь похоже ему приходилось по нраву такого непринужденного взаимодействия ребят а давайте роман игнатич тоже поучаствуем вожата немного растерялся и вопросительно взглянул на физрука а давайте я только за заодно и попытаю удачно такое замечательное соседство после слова физрука вожата даже немного покраснела но через изгновение пришла в себя и достала из короба еще одну спичку после того как все кроме физрука и новенького вытянули свои длинные спички разгорелся настоящий пожар азарта роман с семеном были две противоположности один хотел попасть на по печи через сток вожата он просто хотел спать там где ему приходится просыпаться посреди ночи от кошмаров второй же всеми возможностями невозможностями желал избежать такой участи ну что семён остались только мы проверим правду ли говорят что новичкам визион да я прошу помощи у духа товарища ленина прошу товарищ ленин помоги мне вытянуть а горячо желанную умную короткую спичку на главу ложь ладно молодой даю поблажку я пойду первым роман игнатьевич привезли сок вожата который держал две оставшиеся спички и вытянул длинную фортуна сегодня не на моей стороне ну ладно поздравляю тебя пионер честно победил лицо семена моментально застелила эмоции разочарование что он попытался немедленно скрыть ладно пионеры еще увидимся бывайте кинул физрука уже уходя за ворота на управление спортплощад до свидания роман игнатьевич весело ответили физруку радостно от своей победы века ребятам все кроме семена по понятным причинам от лица семена ладно ребят думаю на этом можно кончить серию всем спасибо что вы посмотрели с вами был я и пифокс всем вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте комментарии также нажимайте на колокольчик включать все уведомления чтобы не пропускать видеоролики стримы также рассказывайте обо мне своим друзьям на этом я с вами ребят прощаюсь всем до новых встреч всем удачи всем пока